Каждый день на похоронах присутствуют жители одной из улиц Сесерти. Между их домами и могилами считанные метры. Почему люди вынуждены жить рядом с кладбищем, выясняла Юлия Швыченко. Трехлетний Денис привык к рестам за оградой дома, и похоронные процессии его давно не пугают. Он и еще 12 жителей Сесерти живут буквально на кладбище. Сесердское кладбище ширится буквально на глазах. Эти захоронения появились в марте. За моей спиной уже начинаются жилые дома, и местные жители опасаются. Что через несколько месяцев могилы появятся в их дворах. Руководство кладбища уверяет, это не захоронения подбираются к домам, а дома построены посреди кладбища. Первые могилы появились здесь еще в 19 веке. Жилой массив намного позднее. Границы кладбища оговорены не были вообще. То есть границ кладбища не установлено. Сейчас идет над этим работа. В 50-е эти дома построил местный завод для работников предприятия. Говорили, жилье временное. Оказалось, постоянным. Завод закрылся, а людям приходится уже 15 лет биться за переселение. Постоянно отказы. Постоянно говорят, что и финансировать нас некому, и так далее расселять нас некуда. Сразу за кладбищем находится сибироязвенный скотомогильник. Именно здесь захоронили больных животных во время эпидемии в 79-м году. Ветеринары утверждают, здесь все под контролем. Опасности для людей нет. Объект огорожен, выставлены аншлаги. Мы со своей стороны, районная ветеринарная служба, согласно ветеринарных санитарных правилам 95-го года, два раза в год мы их обследуем. В каком состоянии они нет. Прокуроры провели проверку и выяснили, здесь нарушаются санитарные нормы. Жилые дома должны располагаться не ближе 300 метров до кладбища. Здесь нет и 100. Прокуратурой в адрес главы СССРского городского округа вынесено представление об устранении данных нарушений. В администрации создана специальная комиссия по этому поводу, которая оценивает состояние жилых помещений, состояние территории, на которой находятся эти объекты. Сколько займет оформление документов и поиск жилья для людей, пока неизвестно. Впрочем, местные жители согласны на любые варианты. Главное – подальше от кладбищенской тишины. Юлия Швыченко и Леонид Маслов. События ОТВ.